Всем привет, ребята! Вы на канале Дэнплей и сегодня на канале разработчиков вышел новый Бравл Ток, где говорят о новости разработчики со своего канала. Это моя новая рубрика, когда вы выбрали ток на канале разработчиков, я записываю на свой канал. Короче, сегодня вы узнаете, что будет вот в следующем обновлении. Обновление на тему Хэллоуэн. Это в честь этого праздника. Мы видим, вот наши разработчики. Переоделись, главное такие красавчики. Вот Фрэн, вот Мортиса 2. Вот, кстати, Ракобильщик Мортис, это обычный в шляпе Мортис. Давайте ближе к обновлению. А это обновление будет очень токовым и те, у кого 8к есть, все ждет халявный перс, да, новый перс. Также мне кажется, вот, смотрите, DJ Фрэнк. Вот мне кажется, что будет ремоделька Фрэнка, но, скорее всего, нет, но как-то они Фрэнка зацепают. Неужели они из пещерного человека сделают такого вот диджея? Но это вряд ли. Конечно, у него наушники есть. Вот, смотрите, три новых скина. Ну, мы потом еще про них поговорим вместе с разработчиками. Они для вас, конечно, не говорят, потому что я их выключил звук. Окей, в этом обновлении у нас будет новый режим. Новый режим, я не знаю, он, скорее всего, как бы событием будет. Это нам показывает Мортиса. Так, Мортис, Мортис, Мортис. Ну, это типа Мортис, это типа главный знак Хэллоуина, типа Ракобильщик, Могильщик, ну, все знаете. Ну, не Ракобильщик, а просто, типа, Мортис, это связан с Хэллоуином. Перс такой, знаете. Ну, они всегда, они, вот, Мортис опередились, потому что это типа Перс, хоть как-то связанный с Хэллоуином. Вот, вы видели название, вот, сейчас я даже перемотаю, вот. Вы, ой, блин, сорян, ребята, я, вы, вот так, подождите. Давайте сейчас я перемотаю, потому что я хочу все это прочитать. Ну, окей, давайте, вот, смотрите. Да, елки-палки, я не могу перемотать. Окей, давайте сейчас нажму, вот, Грей, В, Ярд, Шифт. Это типа режим, где мы все будем привидениями, вот, такими вот прозрачными, как вы его сейчас увидите. Мортис, вот такой вот он беленький, вот, прозрачный, с белыми контурами. Это режим, где мы все будем прозрачными, сделаны к Хэллоуину, конечно же, все привидения, как бы. Вот, вы видите, вот такие вот, короче, деревья, вот, глаза какие-то выглядывают там, такие вот зеленые озера, какие-то они, как будто зелье какое-то, ведьмы. Заборы вот такие вот классные. Я не знаю, это, наверное, не навсегда будет такой режим, именно как бы, я не знаю, как сказать, событие такое будет на время, не будет всегда такой режим. Ну, красавчики, этот рабочек вообще круто оделись, не зря у него наушники, мне кажется, будет диджеем наш с вами Пэмп. Окей, дальше, конечно же, новый персонаж. А, кстати, ребята, я еще хочу сказать кое-что о режиме новом. Вот, вы видите, сейчас, 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 сейчас вы увидите. Вот, у всех отнимается вон по 88 хп. И этот режим не для тех, кто любит посидеть в кустах, а именно не для крыс, не для крыс этот режим. Этот режим, где у вас будет все время отниматься по 88 хп, а когда вы наносите тычку, урон, какому-то противнику своему, вы восстанавливаете хпшку, и как бы, если вы будете сидеть в кустах, вам будет отниматься хпшка, 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 и все, и вы умерли. Так что надо быть активным в этом режиме. Окей, давайте дальше. Новый персонаж, Эмс. Эмс. Очень крутой персонаж. Я уже его увидел. Просто вот, зацените, это, во-первых, а что-то такое серенькое у нее. Это разработчики, наверное, в фотошопе чуть-чуть не доработали. Ну, ладно, ладно, бывает, все-таки они работают сильно. Эмс. Крутое название, в принципе, ну, я заметил, что разработчики начали какие-то делать такие вот названия, Сэнди, там, кто еще там. Ну, короче, такие вот 8-бит, какие-то большие названия такие. А Эмс, это вот, ну, настоящее такое название, короткое, которое легко запоминается. Да и те хорошо запоминались, но просто это, как бы, звучит как-то лучше, чем тот же самый 8-бит, там, Сэнди. Ну, Сэнди, в принципе, нормально. Окей, давайте тогда. Эмс. Этот вот, у нее, короче, есть в рутках вот такой вот баллончик с этим. С гелем для волос. У нее прическа, конечно, крутая, вообще нету, к чему придранца вообще. Она, короче, стреляет вот такими вот, вот такими вот, как бы, пшикает баллончиком, и те, кто находятся в этом яде, вот, они получают урон. Вот, 700, 800, вы видели? Так что надо быть аккуратным сзади новым бравлером. А самое главное, ребята, что он дается нам бесплатно. Вон, вы видели, сколько там ему урона наносится. Это вообще жесть. Классный персонаж. Хочу его, скорее, уже апнуть на 500 кукол. Поиграть вообще за него хочу. И, конечно же, вам хочу показать обзор этого персонажа, когда выйдет обнова. Она просто на изи. А ее ульта, кстати, те, кто находится в ее, вон, видите, те, кто находится в ее вот этом вот круге, он довольно-таки большой. Ну, и те получают по 280 хп минус противнику. Это как Сэнди делает невидимым всем, всю команду свою. А Эмс будет просто наносить урон тем, кто находится в этом круге. Ну, пассивка у Сэнди, кстати, у новой легендарки, ну, еще пока есть новая. Да, новая легендарки, ее пассивка, те, кто находится в этом раудиосе, те получают по... Ну, короче, минус хпшки. И это ульта. Похоже, типа, на Сэнди с пассивкой ульту. Ну, короче, это практически то же самое, можно сказать. Окей, мы видим с вами вообще топовый персонаж, а самое главное, ребята, что... Давай, говори, говори. Говори, Фрэнк, говори. Дэнни, как тебя зовут? Подожди. Тебя зовут как? Как тебя зовут? Я забыл, ребята. Это Киа Попа. Попа, ребята, за 8 тысяч вы открываете нового бравлера Эмс. Я считаю, что это достойно, потому что все писали разработчикам, все просто говорят им, почему вы не продолжите трофейную, как бы, как называется, ну, путь трофейный. Ну, и почему-то еще до сих пор 14-15 кубков максималка. Ну, я надеюсь, скоро продлят ее. Трофейный путь, вроде как она называется. Ну, это достойно, что мы получаем новых бравлеров на вот... в трофейной дороге. Вот, я вспомнил, да. За 8 тысяч мы получаем этого нового бравлера, а также скины. Да, скины. Говорит он. Я его забыл, как зовут. Я его знаю, как зовут. Вот. Мод мы видим вот такой вот Витч Шелли. Это, типа, ведьма Шелли, да, я так понимаю, ведьма Шелли. Она довольно-таки симпатичная. Ну, и вот, вы видите, мышку там вот такую вот летучую. Вот такая вот она особо. Ну, мне кажется, Шелли бандитка и Шелли звездная Шелли, если вы знаете. Она давалась еще тогда, когда релиз игры вышел на всех платформах. Да, вот, да. Ну, и, короче, вы поняли. И тогда, мне кажется, была красивее. Ну, прикольней скины. Если она будет стоить... Опа, вот это вот у меня вообще просто... Наверное, он будет у вас на прибюте. Скорее всего, Вербульф Леон. Леон? Серьезно? Леон? Офигеть. Я думала, что это Нита. Ну, ладно. Я подумала, что это Нита. Вербульф, это как бы... Как он... Как он называется? Ну, короче, как он называется? Леон? Ну, я вот этот вот... Как он называется? Я забыл, ребята... Блин, сейчас, сейчас, сейчас вспомню. Надеюсь. Вспомнила, ребята. Это Оборотень Леон. Ну, довольно-таки вообще офигенный скин. Он 100%, мне кажется, будет стоить примерно 300 гемов. Видите, уже 150. Надеюсь, разработчики сделают небольшую скидочку. Примерно 100 гемов. Ну, ладно. Примерно. Ну, мне кажется, он 100% будет стоить дорого. Не по карману для меня. Хотя у меня нету Леона, кто знает. Окей, давайте дальше. Пербурф Леон. А также есть Пайпер Калавера. 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 Калавера, типа... Я не знаю, что это, типа... Не, не зомби Пайпер. Я не знаю. Пайпер Калавера. Я, если честно, не знаю это название, что это такое, но мне кажется, это Пайпер Тетя Вера. Ладно, шучу. Ну, она довольно-таки... Ну, плоховато. Не для меня лучше Пайпер обычная. Вот такая вот красота у меня вообще... Лучше мне кажется обычная Пайпер. Но, довольно-таки, если бы он был за стартпоинты, я бы купил. Но за гемы... Не, не хочется. не буду скин покупать. Окей, давайте дальше. Джесси, Джесси, Джесси. Драконоборит Джесси. Это, типа... Раньше был такой скин похожий. Драконоборит Джесси, вроде, или как он называется. Шэдоу... Подожди. Шэдоу Найт. Шэдоу это, типа... Сейчас, подождите. Я... Что-то... Я... Я знаю перевод. Ну, а при чем он? Это, типа... Типа, как бы... Драконоборит, этот, вот, Джесси была. Это что-то похожее, типа... Ну, скин вообще похожий на ту Джесси, которая вот была. Вроде, та с арбалетом, а эта... Ой, эта с арбалетом, а та вроде была с мечом или с чем. Я уже не помню, если честно. Но, это... Феномин. Понятно, короче. Ну, прикольный скин. Но если бы он был за стартпоинты, конечно, он бы вообще офигенный шиф. Так. Давайте дальше посмотрим, что тут у нас будет. Это вообще... Вот, смотрите. О, вот это вот вообще... Мне кажется, вот такого не имеет Фрэнк у нас в реальности. Фрэнк будет, наверное, уже каким-то современным таким чуваком, не будет он пещерным человеком. И не зря Дэнни тут то, и Дэнни Фрэнк функцует. Именно его забыть, этого чувака Фрэнк. Ну, давайте, посмотрим дальше. Сейчас будет ло, 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 все танцы, вообще. Вот, бежуха у них там. Окей. И вот нам показывают еще раз Энс. И так же нам говорят про то, что у нас будет вот такой вот режим Дуо Шитдаун Пауэр Плей, где мы будем получать старпоинты за этот режим. Вот, мы можем сыграть в день три игры из трех. Мы можем играть в день по три игры в этом режиме. и так же получать за это старпоинты. За первое место в режиме мы получаем с вами вроде бы 68 этих, вот, 68 звездных жетонов, потом, ну, второе место тоже 68, а третье место уже идет 34. Вот, вы видите, короче, опа, я обратно тут нажал. Окей, да, давайте. Ну, вот, вы видите, там, восьмое место два старпоинта. И так же, смотрите, вот, в конце сезона мы будем получать эти старпоинты. Я так понимаю, что три игры в день мы сможем нормально так зарабатывать старпоинты. И это плюс для нас, разработчики дела, потому что они сами понимают, что получить того же Боа за 50 тысяч старпоинтов это тяжело. Окей, давайте, вот, сейчас будет вообще офигенная новость. Конечно, это не для меня, это для каких-то ММА рашек. Окей, но не для меня это. Ну, короче, тот, кто за, тот, кто в сумме получит больше старпоинтов, как бы, топ мира, со всего, как бы, кто больше всего получит, так как бы, топ, я не знаю, топ мира или по кубкам, или по старпоинтам, получит, знаете, сколько, 50 тысяч старпоинтов. Это хватит на Бо Меха. Вот, смотрите, вон Бо выглядывает. А, ссылочка, да? Да, здорово. Окей. Ну, на этом наш видеоролик подходит к концу. Если вам понравился этот видеоролик, то вот за этого Фрэнка подпишитесь, вон, субскрайб, колокольчик, конечно же. Ну, и поставьте лайкосик. Всё, с вами был Фрэнк, Дэнни, и ещё какой-то чувак, я его забыл, фрэнс, прости, чувак, я вспомню, как тебя зовут, я же знал, только-то я что-то забыл. Всё, ребята, с вами был я, канал Дэнплей, меня зовут Денис, он не знал. Всё, ребята, всем удачи, всем хорошего настроения, всех, кто хочет. Энзи, апайте быстро, 8 тысяч, мне кажется, вряд ли у кого-то уже там меньше 8 тысяч, тех, кто играет уже полгода, там, тех уже есть 8 тысяч, у меня 13 тысяч, кто я не знал, подписывайтесь, с колокольчиком, следите за моим каналом, сегодня, кстати, вышло уже 3 видеоролика, да-да-да, 3 видеоролика. Всё, ребята, всем удачи, и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова